Добрый день, дорогие зрители! Давайте же посмотрим сегодня мои вазы. Вы на канале Таня Унака и перед вами в кадре ваза огромная напольная, которая была подарена мне моей мамой 20 лет назад. Очень красиво смотрятся в ней цветы. Это я показываю фотографии. Когда-то у меня было много напольных ваз, но вот осталась одна. И еще вазочки. Вот эта ваза красная, это богемия, но уже богемия более современная. Дарила мне эту вазу подруга. Тоже в ней очень-очень красиво смотрятся букеты. Но у меня здесь остался еще сухостой из укропа. Я всегда осенью делаю такую композицию. Мне она очень-очень нравится. Укропная композиция. Хрустальная ваза моей свекрови. То есть сейчас мы с вами уже будем смотреть советские вазы. Хотя и те две уже тоже старенькие. Им около 20 лет. Это ваза моей свекрови. Хрусталь. Еще одна малютка из СССР. Хрустальная вазочка покупала в комиссионном магазине. Ручная работа. Малютка из хрусталя. Досталось наследство. Тоже очень красивая вазочка стоит у меня на полке. И в ней всегда лупа. Эту малютку советского периода я купила в комиссионном магазине цветное стекло. Милейшее создание. Еще одна красотка. Чехословакия. Так и написано на этикетке. Стоит цветок, ручка. Тоже очень-очень удобно. Всегда знаю, где взять ручку. А это крошка. Из малахитового стекла. Чехословакия. Тоже всегда радует мне глаз. Еще одна малюточка. Это тоже Чехия. Но уже новенькая. Ей около 20 лет. Эту вазу я купила в комиссионном магазине. Это советская ваза. Я их даже не считаю. Не ожидала, что у меня их так много. Но вот это красавица, конечно. Просто прелесть. Покупала сама тоже 20 лет назад. Очень тонкий фарфор. Нежнейший. Продавалась она в упаковке, в коробочке, на атласной подушечке. Это ваза. Купили вместе с подругой. У нее был маленький ребенок. И он разбил. А это ваза 60-х или 50-х годов. Она была в доме моей бабушки. Всегда стояла на столе. А сейчас я в ней решила собирать деньги. Ваза моей мамы. Ваза моей мамы. Я в ней храню свои палочки. Селфи-палочки, треножки. Это уршельская ваза. Мама ее покупала в 60-е годы. Эту вазу я приобрела в комиссионном магазине. В ней стоят цветы у меня игрушечные. Она из хрусталя. Карандашница или вазочка из Оникса. Тоже я о ней мечтала и купила. Подарок дарила мне блогер Ирина Алексеева. Ваза Кисловодский фарфор. Ручная работа. Очень красивая ваза. Она у меня стоит в шкафу. Это мамин старинный такой сосуд. Можно использовать как вазу. Он не отмывается. Я пыталась это сделать. Храню как память. 60-е годы. Подруга дарила современную такую стильную довольно вазочку. Тоже храню. А это малютки приобрела в комиссионном Чехословакии. Стоят в ванной на полочке с ушными палочками. Как-то показывала в одном из роликов. Вот они мои вазочки на полках. Все их люблю. Периодически переставляю, протираю. Ополаскиваю. Вон у Изоникса в уголочке примастилась. Вот она с аппаратуркой с моей. Вазочка уршельская. С цветочками хрусталь. Это стоит в шкафу кисловодская. И смотрю, еще две нашла. И одну еще не нашла. Которую покупала с первой стипендии. И одна еще ЛФЗ какая-то малютка у меня есть. Такая же голубая, как и вот эта с птицами ЛФЗ. Несколько китайских. До встречи. И пока.